Всем привет! Наконец-то я смонтировал влог с Китая. С того момента прошел ровно один год. Я прошу прощения, что так получилось, но так даже лучше. Вы увидите, каким я был ровно год назад. Когда я садился монтировать, я сначала вырезал те куски, за которые мне стыдно, но потом понял, что нужно это все оставить. Оставить мою безграмотную речь, оставить мои дикие замашки, потому что это я. Это моя история. И вы увидите таким меня, каким я был. Потому что сейчас проблема вот многих блогеров в том, что они не настоящие. Кстати, именно с Китая я начал свой путь к одному миллиону рублей. К своему первому миллиону рублей. Тогда я зарабатывал где-то до 3000 долларов в месяц. И тогда в Пекине, в отеле я начал снимать свой первый путь к миллиону. Тогда, можно сказать, я только начинал покорять мир. Увидите, как я удивлялся вещам, которых никогда не видел. Вы увидите, как я на все реагировал. Сидел, монтировал и сам себя смеялся. Я даже пел в этом видео. Короче, не буду затягивать. Получилось очень смешно, интересно. Готовьте попкорн, заваривайте чай, берите пивко с чипсами. Всем приятного просмотра. Обязательно досмотрите это видео до конца. Всем нихао. Нихао это привет по-китайски. Я уже выучил здесь два слова. Нихао, буяо. А, три. Нихао это привет, буяо это не надо. И сесе или сесе. Спасибо. Прилетел я, народ, в Пекин, в столицу Китая. Добро пожаловать в страну велосипедов. И для великов здесь отдельная дорога. Дорога, кстати, очень классная здесь. Все как обычно. Спонтанно прилетел. Только мне открыли визу в Китай. Виза в Китай открывается без проблем. Я взял билет на самолет. И за 9 часов я долетел с Киева в Пекин. Скажу вам то, что Китай очень отличается от всех стран, где я был. Здесь вообще другие люди. Все абсолютно по-другому. И тот английский, который меня выручал в Европе или в других странах, в Египте, в Дубае, здесь абсолютно не работает. Здесь люди тебя вообще не понимают. Они английского вообще не знают. Я общаюсь с ними только на жестах. Перелет с Киева в Пекин обошелся мне ровно тысячу долларов. А это туда и обратно. Поселился я в центре. Забронировал отель. Слава богу, что я его забронировал. Очень тяжело мы находили отель с таксистом. Потому что таксист вообще тоже ничего не понимает. Я ему показываю карту, адрес отеля. А он едет в другой отель. Ему абсолютно похрен, что я ему показываю. Берет у меня фотку в телефоне. Едет в другие отели. Показывает фотку. И все равно не попадает в мой отель. Из третьей попытки все-таки доехал в мой отель. По поводу погоды здесь очень душно. Летом здесь просто, наверное, нереально находиться. Все ходят с зонтиками. Но пока не ходят, сегодня более-менее нормально. А так очень душно. Вот знаете, есть жарко, а есть душно. Так вот здесь очень душно. Лучше бы была жара в 40-50 градусов. Но чтобы не было такой духоты. Просто невозможно здесь дышать. Какой-то запах такого, не знаю, бензина какого-то. Что-то такое. Небо вечно в тучах. Всегда затянуто. Я еще здесь солнца не видел. Здесь вообще всем похер на светофор. Я вижу красные, а все вот идут. А вот вам знаменитые китайские пенсионеры. Если вы смотрели передачу «Орел и Решка», так вы меня понимаете, о чем я. Здесь они абсолютно не такие, как у нас. Они выходят на улицы, собираются и вот так вот тусуются. И на самом деле это очень круто. Посмотрите, даже вот бабушка на инвалидной коляске все равно занимается зарядкой. Знаете, на самом деле это реально круто. Не то, что у нас пенсионеры сидят на лавочках, обсуждают там кого-то. Вот у этих людей совсем по-другому все устроено, другая культура. И это, конечно же, круто. То есть азиатские страны полностью отличаются от наших, от европейских стран. Кардинально отличаются, я бы так сказал. Также мне говорили, что они очень мирные и доброжелательные люди. Ну, не конфликтные вообще. А, еще здесь такой есть нюанс. В Китае не принято оставлять чаевых. То есть для них это расценивается как взятка. И тоже я считаю это правильно, потому что, наверное, вот из-за такого подхода у них меньше коррупции, меньше взяток у них. По поводу архитектуры хотел сказать. Вот бизнес здания, да, точь в точь мне напоминает, как в Дубае. Обычные серые коробки. Чтобы посмотреть вот реально китайский колорит, нужно ехать вот эти вот в старые районы. Запретный город вот туда, чтобы посмотреть именно китайскую архитектуру, а не вот обычные офисные здания. А обычные спальные районы здесь, как у нас, как в России, как в Украине, больше всего мне Харьков напоминает. Такие же дома, такие же балконы. Здесь у нас Харьков, а здесь у нас уже Китай. Зашел в ресторан, чтобы перекусить. Здесь с 20 блюд, наверное, только 2 есть. Я их и заказал. Также здесь очень вкусное пиво. Вот такое вот. Ну, не то, что вкусное, но просто легкое. Идет как вода. Не такое жесткое, как у нас. Вот я вам говорил, что они странные. Заказал рис и салат. Принесли салат. И еще салат. Буду есть 2 салата. С ними просто спорить вообще нереально. Добрался я в центр Китая. Направляюсь сейчас в запретный город. Сейчас я нахожусь на самой большой площади в мире. В Харькове самая большая площадь в Европе. А здесь самая большая площадь в мире. Ну вот я прошел запретный город. Здесь очень много туристов. Но здесь ничего такого прикольного нет. Деревья, здания и все. Так, это только вторые врата прошел. Показывают, что мы вот здесь. А еще смотрите сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. То есть это только вторые. Еще таких одиннадцать штук. Здесь абсолютно все то же самое. Вот, короче, до вот этого вот момента вход бесплатный в эти врата, а дальше вход уже платный. За моей спиной находится лавка сувениров. И как вы думаете, что я себе купил? Носки. И то нормальных не было. Какие-то спортс купил себе. Потому что очень жестко конверсы натирают ноги. Я без носков вышел и пожалел об этом. Все, купил в кассе билет. Стоит шестьдесят юаней. По паспорту, кстати, продают билеты. Я сказал свой номер, номер паспорта. Шестьдесят юаней это сколько? Не знаю, восемь долларов где-то так. Шестьдесят юаней. Вышел я из запретного города. Короче, это полный дурдом. Не приезжайте сюда летом. Нереально жарко, душно. Много очень людей. Короче, я только что жестко попал. Прокатали меня на этой риксе и получилось триста. Вы представляете, триста юаней. Я думал, он показывает три, я думал, тридцать. А оказалось, п***ь, триста. И это жопа. Триста это пятьдесят баксов или сорок долларов. На такси я ехал, не знаю, ехал, наверное, час на такси с аэропорта. И получилось двести. А здесь триста. Прокатил меня на велике в две стороны. Ну, у них жесткий развод. Говорит, садись, поехали, поехали. Короче, я не хотел ему давать ни курина. И он начал возмущаться. Позвал своих братанов. И мы договорились на двести. Но двести это тоже дорого. Двести это сколько? Две тысячи рублей, короче, приблизительно. Провез меня два метра. И получилось две тысячи рублей. Больше на этой херне кататься не буду. До такса была бы дешевле в раз десять. Приехал я сюда на этой рикше, потратил 50 баксов, приехал в ресторан какашек. И он, оказывается, не работает. Вот так вот здесь сейчас уже идет какой-то ремонт. Ну, Орел и Орешка было три года назад. Надо было мне посмотреть. А таксист тоже гондон, ни хрена не сказал. Но главное бабки срубить. Короче, тоже бабки здесь все рубят, как могут. У них что-то жесткое вот такое вот на деревьях. Слышите? Я не знаю, может это саранча? Вот такой херней у них усыпаны все деревья. Сейчас я уже нахожусь в таком современном Пекине. Тут магазины одни. Походу улица Ван Хус Ци, не знаю. Я сюда пришел покушать скорпионов, дараканов и всякую прочую херню китайскую. Короче, добрался до скорпионов. Думал, это будет очень просто. Оказывается, это тяжело. Классно. Как креветки. Круто, короче. Мне понравилось. Также вот здесь есть такие вот, не знаю, личинки. Но они такие на вид стрёмные. Кажется просто, но на самом деле очень напряжно их съесть. Плюс они как-то воняют. Такой специфический у них запах. Скорпионы довольно-таки вкусные, как какие-то пережаренные креветки. А вот эту вот херню я пробовать как-то боюсь. Короче, здесь очень интересное место. Много всего классного здесь. Я, наверное, вернусь сюда немного позже, потому что сейчас у меня села камера. Буду уже идти домой. Реально обходил пол Пекина пешком. Много всякой херни здесь. Кальмары, какие-то мыши, крысы. Так что в этот рынок стоит еще заглянуть. По-любому еще сюда вернусь. Скажу вам следующее. Зашел в китайское метро. Посмотрел, посмотрел. И понял, что нужно отсюда выбираться. Одним словом, зашел, охерел и вышел отсюда. Теперь я вот их понимаю, почему они ходят с зонтиками. Потому что настолько голову выносит от этой жары. Не то чтобы солнце такое уж, просто как-то оно давит. Очень душно и очень давит. Наконец-то уже подхожу. Ну как подхожу? Еще где-то половину пути осталось. Только что встретил какого-то чувака с Шанхая. Привязался ко мне. Ну, подошел, начал расспрашивать, какой раз в Пекине. Типа по работе или как. Он типа работает в IBM. Снимает шикарный отель. Ему компания выделила. Что там? Еще показывал мне свои оригинальные Ray-Ban. Ну, он не в Китае купил. Говорит, в Шанхае оригинальные. Но я посмотрел на туре оригинальные. Я говорю, так у меня тоже оригинальные. Он такой, да, да, можно разбираться. Приглашал меня в какое-то место сходить. В какой-то там ресторан. Я говорю, жарко, очень устал. Он говорит, там холодно, нормально. Отойдешь типа немного. Плюс там что-то он ко мне привязался. Как-то уже подозрительно было. Я говорю, все, чувак, давай. До свидания. Хотел вызвать таксу, но я не знаю, как ее здесь вызвать. Так что приходится весь Пекин ходить пешком. Это еще хорошо, что я в центре отеля себе нахожу. Приду в отель, скажу вам, сколько я километров прошел. Телефон же встал. И сюда. Столько великов. А ни один взять не могу. Потому что не знаю, как. Сейчас я вам покажу свой номер. Здесь у меня висит табличка, как обычно, не беспокоить. Но скажу вам следующее, что по всему миру эта табличка работает. Но только не в Китае. Они все равно стучат в дверь, звонят и просятся убрать. Так что я написал вот такую вот штуку. Не беспокоить, не убирать мой номер 7 дней. Не звонить мне. Я работаю. И что вы думаете? На следующее утро мне опять стучат и просятся убрать. Вот такие вот гостеприимные китайцы. Но я уже с этим смирился. У меня стандартный номер, но он даже лучше, чем люкс в Европе. Здесь вешалки, сейф, тапки дают. И даже был халат. Здесь у нас все для чая. Это же Китай. Ну, в принципе, как и в обычных отелях. Две чашки, чайник, минералка. Также здесь еще вот такие вот есть. Две чашки. Также вот такой вот, не знаю, заварник. Чай, кофе, стаканы. Здесь у меня рабочее место. Очень, кстати, удобное. Очень мне понравилось, что вот именно в Китае. Еще нигде я, кстати, не был ни в одном отеле, чтобы был проводной интернет. Это очень удобно. Нереально круто здесь работать. Вот такие вот у них деньги. Смотрите. Это у них самый большой номинал. Сотка. Вот это вот по новей купюры. Пятнадцатый год. И вот здесь пятый год. Вот такие вот десятки, двадцатки. Вот такая вот полтина. Здесь у нас холодильник тоже все стандартно. Вот это все, что на верхней полке это было. А вот это вот я докупил. Это... Я не знаю, что это я купил. Пиво, походу. Вот такой вот у них чай. Очень много разновидностей. Зеленый, черный, с лаймом, с молоком. Но, честно говоря, моча полная. Вот такой вот сок. Тоже не сильно вкусный. Это все я себе пошел в супермаркет, накупил. Вот такая вот вода. С томатами. Тоже такая противная. Ну, пиво у них прикольное. Вот это вот пиво стоит шесть юаней. Шесть юаней это 25 гривен, 50 рублей. Забыл же вам сказать, сколько же эти купюры. Здесь у нас 100 юаней. Это в четыре раза больше в гривнах. Это 400 гривен или 900 где-то рублей. Здесь все стандартно. Кровать. Здесь также все обычно. В ванной. Но, знаете, что меня здесь вот тоже порадовало. Видите, они дают зубные щетки. Дают расчески. Также смотрите, что здесь прикольно. Есть тапки для душа. Презервативы. Какие-то, не знаю, гели-смазки. Также зарядки. Фен. Но вот это, правда, все вот платно. И вот за такой вот номер я заплатил 3500 вианей. 3500 вианей это 500 долларов на 7 дней. Получилось у меня сутки за 73 доллара. И при том, что это эконом. Для эконома я считаю это нормальные цены. Так же, как я говорил и про Париж. Так же я скажу про Китай. Что путешествовать. Если вы хотите по бюджетному варианту, лучше всего с группой. Потому что тур в Китай вам обойдется тоже на дней 5, наверное, где-то в 500 долларов. В 500 долларов. Я заплатил только 500 долларов за один перелет. Вам обойдется где-то в 500-600 долларов. Это перелет туда-обратно и проживание в отеле. Так что лучше брать тур. Я тоже не хотел здесь сильно тратиться. Получилось туда и назад 1000 долларов билет. По 500 баксов в одну сторону. И в отеле у меня получилось тоже 1000 долларов. Короче, все путешествие, вся поездка на 7 дней у меня получилось 2000 долларов ровно. Ну, здесь 1000 долларов на проживание на 7 дней вам хватит с головой. И питаться в ресторанах, ходить, гулять, покупать сувениры. Этого всего вам должно хватить. Еще раз вам скажу, что не ведитесь на рикши. Они показывают 3. Это не 30. Это значит 300. 50, блин, баксов. Чтобы он тебя пару метров провез. На 300 юаней я могу, не знаю, питаться, наверное, 4 дня в ресторане. А так я прокатился 5 минут с ветерком на велике, получается. Итак, смотрите. За 6 часов у меня получилось нагулять 29 тысяч шагов. Это почти 23 километра. За 6 часов прогулки по центральному Пекину. Это я обошел запретный город. Еще пару улиц и вернулся в свой отель. Так, а сегодня у меня на завтрак тигровые креветки. И здесь у нас тоже креветки. Здесь у нас... Короче, я вообще не знаю, что это. Буду пробовать и расскажу вам. Так, разобрался. Здесь креветки в соусе. Очень похож на цезарь. Здесь ананас, кусочки ананаса. Тоже в сладком таком соусе. И здесь тоже креветки. Вот здесь везде креветки. Тоже в таком же соусе, только сверху вот еще с такой сухой какой-то травой. А здесь креветки в кожуре, походу. Да. Просто как украшение, но их тоже, думаю, можно есть. Смотрите, какая у них штука от насекомых. Она бьется током и убивает насекомых. Сейчас оно должно, вот видите, одного убило. Блин, насколько эти китайцы все-таки умные. Все, я убил всех вредителей. Только я не знаю, я толком не понял, для чего это. Но походу точно от насекомых. Также видите, какие у них штуки. Они заказ отправляют сразу на кухню. То есть они к вам подходят с такой темой. Сразу пишут номер заказа, и он уже отправляется на кухню. Не нужно нести заказ. Тоже классно придумано. Итак, новый день. Приехал я в китайский зоопарк. Немного приоделся. Купил себе китайскую кепку. И вот такие вот купил себе женские китайские кроссовки. Тогда я прошел 23 километра в кедах. Было очень жестко. Понатирал себе все ноги. Также у меня сгорело лицо. Из-за этого я купил теперь кепку. Солнца здесь летом никогда нет. Здесь вечно вот такие вот кучи. И ты сгораешь. У меня сгорело лицо, сгорело полностью шея. И из-за этого смога, когда я пришел в номер, у меня все было черное. Вот на часах все черное. Все тело было черное. Все на мне осело. Жестко здесь, короче, с этим. Попал я в зоопарк. Здесь идет какой-то... Шо это за херня вообще такая? Дезинфекция идет. Хеллоу. Хеллоу. Великолепно в Пекин. Ну и пишется так же. Бэйджинг. Ситуация такая. Зашел я к пандам, а все панды спят. Панды находятся за стеклом в специальном аквариуме. Там для них поддерживается температура комфортная. Вообще нужно ехать в Пекин зимой и смотреть на панд зимой, так как они будут гулять вот здесь. Как вы знаете или не знаете, панды это вымирающий вид. Их там осталось около... Около тысячи, наверное, по всему миру. Я не знаю, в каких еще они зоопарках есть. Короче, неприкольно. Зашел, они все под стеклом. Они все спят. Грязные все. Вот и все панды. Кстати, вход к пандам через отдельный билет. Только что я снял эксклюзивные кадры, как посрала панда. Но снял я их на телефон. Но я обязательно сюда вставлю. Смотрите и наслаждайтесь. Смотрите и наслаждайтесь. Блин, я представляю, как тошно этим зверям на жаре. Особенно белому медведю. Он вообще такой бедный. Купил билет в дельфинарий за тысячу рублей. А вход, кстати, в зоопарк стоит 29 юаней. Это где-то 250 рублей. Купил билет в дельфинарий за тысячу 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 рублей. Вышел я из дельфинария. Ну, по большому счету, здесь как бы музей и дельфинарий, и много всяких рыб. Красиво сделано для детей, здесь много развлечений. Но шоу-программа, честно говоря, вообще не очень. В Киеве и в Харькове намного круче. Ну, здесь, наверное, процентов 10 от того, что... Да какие 10? Наверное, 5. Просто прокатались на дельфинах сверху, на белугах сверху. И тюлени или морские львы поиграли в этот волейбол, и все. И наш тюлень, кстати, выиграл. И знаете, что вам я еще скажу? Ты не знаешь, как сделать первый шаг, сделать первый шаг. И любовь твоя, это только знак, чтобы он нашел тебя. У них вся шоу-программа построена под Алсу и под Жасмин. Я думал, будут китайские треки. Но тоже прикольно. Так, носорогов нету. Пусто у них. А верблюды здесь есть, но они мне не интересны уже. Я на верблюдах катался. Это уже пройдено. А у них прикольные парки, прикольно делают зоопарки, ну красиво все. Также дороги у них классные. Чем-то Дубай мне очень напоминает. Там тоже дороги классные. И красиво делают там клубы, украшения всякие. Люди думают, что я с Америки, с Майами. Кстати, забыл еще рассказать про панд. Они лежат на куске льда. Прикиньте, насколько им плохо. Ну, насколько им жарко, что они как подстилку используют просто кусок льда. Так, зоопарк идти пешком далеко. Я решил все-таки, будем сейчас осваивать это метро. Купил себе опять новые кроссы, потому что те были маленькие. Кроссы здесь реально дешевые. Вот эти вот кроссы мне обошлись в 500 рублей где-то. Короче, смотрите, как я понял, у меня синяя ветка. И вот это вот станция. Синяя, вот это, окей. Отлично. Я купил билет в метро. Так, сейчас будем проходить металлоискатели. А у меня ничего нету с собой. Вот и все. Оказывается, ничего такого сложного. Главное сейчас доехать куда-куда нужно. И не протупиться станцией. Вот, смотрите, мы сейчас на зоопарке. Мой отель находится вот где-то вот здесь. То есть едем вот сюда, и вот здесь я уже отсюда, думаю, дойду. Я запомнил, у меня станция вот с этим вот домиком. Суаян Вумен. Метро здесь такое же, как в Дубае. Такое же безопасное. О, отлично. У них горят лампочки, так что я точно здесь разберусь, где выходить. Вот это, кстати, правильно они сделали. Так, вот моя станция. Вот и все. Все было просто. Уже ориентируясь в Китае лучше, чем по Киеву. Не понял. Все, они пускают меня, прикиньте. А, все, нужно было засунуть карточку. Нормально. Все-таки вот в некоторых вещах китайцы реально умнее нас. Все настолько продумано, все так четко. Сейчас я вам покажу, как мы общаемся в ресторане. Смотрите. Поехали. Краб и пиво. Все. Все, походу разобрались. Заказал я краб и пиво. Фирменное блюдо, дорогое, кстати, стоит 238 юаней. Это 2000 рублей стоит это блюдо. Вот это мой краб, его мне будут готовить. Принесли мне краба, но смотрите, что у нас получилось. Получилось 500 юаней. 500 юаней это 4500 рублей. 238, оказывается, это за за сколько? За 1 килограмм, а здесь получилось 2 килограмма. И у меня не хватает денег. И здесь нельзя рассчитываться карточкой. Я пока ему еще не говорил. Я, короче, доем, а потом ему скажу. Итак, подведем итог. Прошелся я с официантом к супермаркету. Там был банкомат, там я снял деньги. Короче, рассчитался. На 4500 и похавал. А мясо там, чтобы вы понимали, в этом крабе или омаре. Со всего вот этого вот краба там мясо на одну креветку. Жесткий разводняк. Я только пивом поел, получается, и все. Ну, там еще были какие-то овощи. А, овощи и арахис. Я повыбирал весь арахис, чтобы не так обидно было за эти деньги. Но зато попробовал первый раз в жизни, попробовал. Даже если бы мне сказали, что там не бери, там мало мяса, я все равно бы попробовал. Потому что, когда ты сам это не попробуешь, ты никогда не узнаешь, как это. Так везде. И в торговле, и в жизни. А знаете, в чем прикол? Карта работает абсолютно без интернета. Только нужно сначала в нее войти. Войти в Google, так как Google здесь не работает. И карта потом будет работать. Интернет потом отключаешь, и карта работает. Я вообще в шоке. Как это так может быть? Просто если в Китае Google не работает, а карта Google пашет. Вот здесь вот мой отель. Вот здесь. Еще мне где-то идти, может, полчаса. Или минут 20. Проходил мимо и попал на вечернюю зарядку. Добрался я до отеля уже. И хочу вам показать новую табличку. Вот здесь вот написано, не убирать по-китайски. Так что пишите. Будете в Китае, пишите только на китайском. Английский не работает. Сейчас я вам покажу, как снимать в китайском банкомате. Засовываем карточку. Дальше. Какой здесь у них нюанс? Вводим код. И нужно нажать вот обязательно Enter. Дальше берем второе. Второе. Сумма. Вот и все. И забираем карточку. Вот так вот все просто. На завтрак я решил себе взять утку по-пекински. А, даже мне двойную порцию принесли. Потому что я заказал двойную порцию. То есть я заказал целую утку. Вот так вот. Скажу вам так, что утку по-пекински нужно пробовать только в Пекине. Я ее пробовал и в Франции, и в Литве, и в Киеве. И она никакая. Даже в самом лучшем французском ресторане она не будет такой вкусной, как в обычной забегаловке в Пекине. Мне рассказали, как ее правильно есть. Берете на лаваш, накладываете, ну, вмокаете в соус, накладываете сюда. Дальше добавляете вот этой вот травы, огурца. Потом заворачиваете этот лаваш. Ну, нужно его нормально завернуть. И вот так вот нужно есть. Зашел я на ромчальный дом. Посадили меня вот в такую вот комнатку. Цены, честно говоря, здесь не из дешевых. Самая дешевая кружка чая стоит 15 долларов. А самая дорогая где-то 40 долларов стоит. Вот такие вот цены. Я себе заказал одну кружку, так что попробуем настоящего китайского чая. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше заказал я одну чашку за 15 долларов. Вот это вот, я так понял, чашка. И вот это мне вот так вот принесли. Вот такую вот маленькую. Ну, я так понял, что с этой пить, с этой наливать сюда. Ну, вот и все. Будем пробовать. Ну, обычный чай, ничего не скажу. 15 баксов коту под хвост. Но все равно нужно попробовать. Это же Китай. Это же местные традиции. Короче, какой вывод? Чай как чай. Но отметка стоит. В Китае чай попробовал. Добрался я до Китайской стены. Ехал на таксе. Получилась такса у меня. Ну, дороговато, кстати, такса. 140 баксов получилось в две стороны. Купил билеты за 30 долларов. Дали мне три билета. На подъемник. Вот на подъемник. И еще, наверное, какой-то пропускной. Я не знаю. Она говорит, давай деньги. Я сую деньги. Пока она не скажет, хватит. И дает мне сдачу. Потому что я не понимаю, что она говорит. Так, ну вот я на стене. Смотрите, какой классный вид. Видите, вид просто шикарный. Я никогда не попадаю в сезон. Еще раз вам говорю, никогда не едьте сюда летом, потому что здесь нету солнца и дни тучи. Сегодня просто довольно-таки прохладно. И вот это вот шикарно. Я во все страны, куда... Очень, кстати, много туристов. Во все страны, куда еду, никогда не попадаю в сезон. В Дубае, в Египет попадаю в сезон бетров. В Китай попадаю в сезон туч. В Китай нужно ехать или зимой, когда у них чистое небо. Или осень, или весна. Но только не летом. Там и туристов будет поменьше. Смотрите, сколько здесь туристов. Для тех, кто не знает, это не настоящая стена, это реконструкция для туристов. Честно сказать, здесь действительно очень красиво. Не так, как в Египте. Я думал, когда в Египте посмотрю на пирамиды, тоже будет круто. Но здесь реально намного круче. Красивая очень природа, красивые горы. Так что всем советую подняться на китайскую стену. Ну, конечно же, в классную погоду. Спасибо за просмотр! Видите, народ, какая популярность? Все, я уже привыкаю быть блогером. Оказывается, недалеко от отеля моего есть вот эта вот знаменитая башня, которую вы могли видеть на всех картинках. Буквально за 10 минут я сюда добрался. Вход сюда стоит 10 баксов на вот эту вот всю территорию. Ну, архитектура стандартная для Китая. Все такое же, как и в запретном городе. Как всегда, много туристов. На вот этой вот башне я уже буду заканчивать свой влог. Какие я сделаю выводы? Китай, народ вообще отличается, кардинально отличается от всех стран, где я был. Так что я всем советую посетить Китай. Очень красивая архитектура, вот эта вот китайская. Также здесь очень красивая природа. Летом здесь очень жарко и душно. Кстати, вот уже последние два дня более-менее такая нормальная погода. Солнца я здесь не увидел за все 7 дней. Люди здесь добрые, отзывчивые. Просто нужно научиться их понимать. Если вы научитесь понимать китайцев, если вы научитесь ориентироваться в Китае, так вам будет нипочем любая страна. Я всегда вот хотел увидеть эту вот культуру. Вот эти вот все постройки, здания, я это все увидел. Также здесь красивые парки, очень красивые парки с вот этими вот хвойными деревьями. Все красиво, ухожено. По поводу цен на все путешествие я потратил 2 200 долларов. 1 000 долларов, у меня билет туда и обратно. 500 долларов, ровно отель. И 700 долларов на поездки, на питание и на все остальное. Но я же приехал сюда как бы работать. То есть я больше дней провел в работе, чем в отдыхе. И заработал больше, чем потратил. И увидел Китай, посмотрел страну. А сейчас через 3 часа у меня уже самолет. Буду идти в отель, буду вызывать такси. Отсюда я буду лететь в Таиланд. Самолет летит 5 часов в Таиланд. Потом я в Таиланде 10 часов просто жду пересадку. И потом еще 11 часов или 12. Я лечу с Таиланда в Киев. Это все у меня где-то 26 часов, я там посмотрел, занимает где-то так. Обязательно приеду в Китай еще раз. И вам желаю посетить Китай. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!